Игнатий Тихонович, хотел вам задать вопрос. Вот песня такая есть и стих на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедших полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И я встречал многих людей, которые от этой песни и от этих слов просто без ума. У них на сердце кладется эта песня, им нравится это. Они считают это чем-то высшим. Я вот хотел у вас спросить, ну вот как относиться к этой песне, вот эти стихи разобрать. Они соответствуют ли реальности? Ну и пользу какую-либо может нам принести эти стихи Расула Гамзатова? Вы видели, может быть, у нас стоит так на День Победы, мои слова, как Нина Жовна говорит, напевается День Победы, День Победы, за соной не постоим. И у меня быстро написалось, и отдал, и теперь поют его. И в интернете она исполняется. Показали зал свидетелей Угова, и они поют будто бы мое стихотворение, День Победы. А там все о Христе. Не ангелы его нам принесли, а Христос, День Победы. Ну вот здесь тоже самое. Оставить тот же мотив и смысл, но дальше составить надо. Я вот этим не занимаюсь. Попробуйте на Можену выйти. Я не хочу нарушать свои желания никогда больше не писать стихи. Я отошел уже 12 лет ни одного стихотворения. Я враз отрубил, и все. Не знаю почему, но думаю, что же я буду это? Но если уже никак нельзя, то тогда я сунусь на это дело. Вот объясняю так. Конечно, за это стихотворение многие попытались скрыть. Веры-то никакой нет, а так никто не осудит. Какие-то уже равли. Но давайте смысл посмотрим. Дело в том, что у Расула Гамзатова очень хорошие были переводчики два. Я не буду-то упоминать их. Дело в том, что его стихи мне нравились. И я кое-что взял для своих книг. Даже где-то там. Особенно, вот как он мать забыл. Горная мать долго ждала его. Но от тебя нет весенней. И ни летом, ни зимой. И сторож идет мимо сакры твоей смущенной. И она... Мать не может получить от него ответа. Он ушел, забыл мать. Вот такие стихи у него хорошие есть. О дружбе. А здесь он написал, мне кажется, порой, что джигиты. Но кто-то посмотрел и сказал, джигиты, так это только о вас говорится. Сделать надо солдаты. Солдаты, ну, я не знаю, с желанием нет, он переделал, чтобы показать для множества людей. Тут вот что. Мне кажется. Это пишет человек неверующий. Он ни на чем не настаивает. Ему кажется, блазница, ну, где-то же куда-то. Если коммунисты говорят, а он таковой принадлежал, как предборный поэт считался у коммунистов. Нигде там ни против чего не восстал. И я был там, где близ какие-то могили, с людьми разговаривал, библиотекой, мирослогом за этого. Вот. Мне кажется порою. И притом не всегда кажется, а только порой и иногда. Он-то скажет, ну, кажется, ну, кажется, мельтеши-то. А у людей, кажется, это крестись. Поговорка-то какая. Что-то не казалось, это как привидение какое-то. С кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, когда-то превратились в белые журавля. А почему не в серых? Тут несколько вопросов, которые он уже ответить не будет, он не может. У него был инсульт, и в интернете стоит последнее интервью, а он не разговаривает. Ему там играют, его стихи исполняют, а он сидит совершенно отрешенный, и видно, что не в уме совсем. Совсем вышиблены мозги. Такая он, ну, такая болезнь, скажем, где-то. А белые журавли, это в Красную книгу занесено, их мало. Усчитывая, что этих солдат-то только в России было 28 миллионов. Ну, это уже никак они не превратились в белых журавлей. Из чего бы ради-то? И дальше, что он пишет, это все ему кажется, и только порою. Вот. Ему кажется, что они превратились в белых журавлей. А яснование какое-то есть? Нет, конечно, никакого, под этими строчками, никакого основания нет. Сослаться не на что. Он, мог бы сказать, превратились в ласточек. И ласточек много, они рядом с нами прилетают, и форточки открыты. Они в форточку, как у нас, ты видел, в храме залетают. Это более приемлемо. В 83-12 псалом говорит, ласточка, гнездо свое у алтарей твоих, Боже. Тут еще даже можно было подумать на ласточек. Ну, не на коршу думать, не на воробья, а вот на ласточек. А здесь ничего нет. Я видел белых журавлей, но их очень мало. И они вот как бы серых увидел. А серые такой обыденно, а это белые, редкие летят. Каждому охота, чтобы после смерти, как у буддистов, Иркарнация, это превращался во что-то такое, интересное, притягивающее. Хотелось бы быть таким. Ну, а дальше одна тоска. Вот первый куплет я так... Ну, побегли когда-то, а превратились в белые журавли. Это ему кажется порой только дальше. Ну, я сейчас еще раз прочитаю полностью. Дайте. Первый куплет. Журавли. Расул Гамзатов. Мне кажется порой, что солдаты С кровавых, не пришедших полей Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, Летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Вот он отсюда, все это дальше развивает это. Полегли. Ну, кажется, как не в землю, когда он на сто процентов знает. Если души у человека нет, куда им быть-то? В землю зарыли в шинелях. И сегодня раскапывают, смотрят так. Что там с собой? Каска? А может быть там такой маленький, как ампула. В ней там откуда? Что, чтобы сообщили? А не признание души во что-то превратилось. Но тут так забавно, что коммунисты поют. Коммунисты. И голову заворачивают. Хворостинский так и поет. И столько музыка такая хорошая. Мне кажется, порою, что солдаты. Такая таинственность в голосе. Такой оркестр сопровождает. И каждый думает, а почему ему? Ну, только солдаты. А мы-то куда делись? И теперь и гражданские. И все туда вжел белых журавлей. А проще-то всего с этого сказать. Человека есть бессмертная душа. И она идет по мытарствам. Она идет к Богу на суд. И просчитать 2 Коринфянам 5-10. Всем надо же дать отчет, что он делал, живя в теле. Живя в теле. Тело – это жизнь для души. Доброе или худое. А здесь ни за что никак. Просто, что не умер я. Я не высчитал где-то. Просто так слышал. Пушкин говорил, будто я согласен, говорит. В кромешной тьме стоять одной ногой над пропастью на выступе скалы после смерти. Лишь бы осознавать свое «я», что я не уничтожен. Даже на это никаких белых журавлей во тьме одной ногой над великой пропастью. Да и так понятно. Когда задумаешься, как так я жил, столько переживаний было, доброе или худое. Где-то я воздержался, где-то за правду заступился, чем-то жертвовал. Вдруг нигде ничего нету. Это ни одна религия это не проповедует. Обязательно есть где-то река смерти. Если там доброе или худое, даже убога ра. Даже те, которые в жертву детей приносили разные. И те говорили о возмездии за гробом. А здесь ничего об этом не сказано. Летят и подают нам голоса. То есть слово «кажется» и порою вставляем здесь точно. Дальних летят и подают нам голоса. Нам голоса. Откуда ты уверен, что они не между собой? Они меняют, когда летят. Первый растекает воздух, а следующий за ним. Ему легче уже лететь. И они летят, как спят. Как-то каким-то образом сумели это устанавливать. Видать, другим журавлям какие-то там щечки. И вот он летят и подают нам голоса. Они между собой переговариваются. Люди не понимают. И не потому часто и печально мы замолкаем глядя. Да не замолкает никто. И в небеса не глядят. Белый журавлей, ну может быть один на сто тысяч видел только. Как летят и подают голоса нам. Но кажется только. Вот и все. Ничего здесь нету в этих словах. Выдумка. Дальше. Сегодня предвечернюю... Нет, нет, нет. Летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане. На исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может это место для меня. Ну, Ростов уже он принял выдумку эту. Ну и теперь смотрит клин. Они клином летят, как пальцы человек сделает. Буквы показывают. Так они и летят на самом тумане. На исходе дня. Вот в тумане на исходе дня я никогда не видел. Утром, да, они рано где-то ищут поле. Где что-то можно... Там лягушек поесть. У озера где-то. Ноги-то длинные где-то. И промежуток малый. Быть может это место для меня. Промежуток в этот... Промежуток в строю. Между каждым промежуток есть. Может место для меня. Что ради туда полез-то бы. И примут они тебя или нет. А я тоже журавлём буду. Ну, выдумка, если не сказать больше, бред. Когда истинного положения человек не признаёт. Все есть душа. И как она дальше идёт. Какие испытания. Как от Бога. Ад или рай. А это журавлём где-то. И там промежуток. Это всё дальше идёт на это. Что мне кажется порой, что промежуток малый. Мне кажется порой, что место для меня. Вот и всё. Это восточный... У восточных-то народов там азиатских. У них очень много вот такого. Очень много. Настанет день. И с журавлиной стаей. Я поплыву в такой же сизой мгле. Вот это уже я не знаю. В оригинале он когда писал на аварском языке. Так ли было? Но переводчики ухватили главное. Теперь каждый... Каждый для себя применяет. Из-под небес по птичьи окликая всех вас. Кого оставил на земле. И оставил на земле. И будто бы так и я буду. Вы меня будете видеть. Надежда влагается. Какая-то хоть. И главное советская власть не запретила. Куда бы она ни вела вот эта твоя тропа. К журавлям там или к лягушкам. Лишь бы только ты не говорил. Что превратился в мёртвого коммуниста. И тебя зарыли. Ничего нигде нету. Жизнь отдала. Тебя только червям кинули. И родными сообщили. Без вести пропавшие. Ну такое в общем. А это по птичьи окликая. Стих прекрасный. Я вот иду иногда даже. На этот мотив не писал. Надо сказать. Если не будет никто писать. Я тогда займусь этим делом. Столько же куплетов. И всё такое. Ну и думаю, что не для меня это. Хотя мотивом я пою так. Настань день. А я где-то иду. Господи Боже. Слава Тебе. Аллилуйя пою. Я знаю куда иду. Слова под эти. Под этот мотив. Даже пою. Почему-то у вас. Вы пропустили два. А у меня здесь ещё четверостиши. Ну может быть было. Поют только вот эти слова. Поют, да. Поют только эти. А дальше это стихотворение. Я знаю. Он ездит. Ну считайте дальше. Какие? Вот между первыми двумя. И которые вы два прочитали. Здесь написано. Сегодня предвечернюю порою. Я вижу, как в тумане журавли. Летят своим определенным строем. Как по полям людьми они брели. Ну это. Вот этот стих. Он переделал его только. Они летят, свершают путь свой длинный. И выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным От века речь Аварская сходна. Знаешь как? Он переделал его. Тот стихотворение не пошло. Он сократил его. А вот который я считаю. Это то, что он поётся. Я проследил. Особенно поют такие знатные певцы. Видные. Вот так. Вот я сбросил. Полный. Полный. То есть. От века речь Аварская сходна. Ну понятно. Вот это убрали. Об Аварской речи. Убрали просто эти четверостишки. Настанет день. И журавли на стае. Я поплыв в такой же сизой мгле. Видишь как? Он то ли не видал никогда, Когда они летают, эти журавли. Они рано уходят на покой. Им нужно поужинать где-то. Просмотреть какое место. Где они бывают. Перелетают. А остальное, ничего тут больше нет. Опять, мне кажется, порой и больше ничего нельзя нету. Вот маленькое такое стихотворение. А сколько людей этим обольщённые. Это стихотворение, если так сказать, По дню вечности. Обольщение стопроцентное. Какой он был хороший, плохой человек. А теперь что? Дальше, я говорю, Настанет день и журавли на стае. Я поплыву. А каждый, кто поёт и понимает, Хворостинский, он тут же заболел вскоре и умер. Вот и я поплыву. И я думаю, я себе тоже в такой же сизой мгле. Видишь, слово сизое, редкое такое слово. Сизые голуби бывают. Из-под небес по птичьи окликая. Севастского оставил на земле. Это более сжатый и лучший вариант. А они его поют. И даже Марк Наумович Бернес, Он не какой-то, мы не певец-то совсем-то. Но они ему его дали. Тоже понравилось. Он где-то исполняет его так. А я слушал важных таких людей, Как Штоколов. Это вообще. Второй, считай, Фёдор Тимофеевич. Может быть. Я не знаю. Ещё кто так мог петь. Шаляпин как поёт. И вот тогда этого Штоколова, Где-то он исполнял песню, Ну, на сцене в армии, Срочная служба. А в это время там был Жуков. И он её вызвал и сказал, Тебе надо на консерватории. Солдата я всегда найду, А голос твой надо развивать. И он стал, вот смотришь, И вот с каким напряжением он поёт. Там такой бас у него. Что там говорилось? Шаляпинский голос. И вот этот Форостинский тоже. И всё, разводятся, сводятся. Все многожёнцы, Кого не возьмёшь, Эти писы-артисты. Слово артистка не было, А было позоричное. Главное название какое? Позоричное. То есть они не понимали. У меня тут знакомая была, Заслуженный артист Российской Федерации. Мне нужно было стихи начитывать-то. Ну, я долго тут искал, искал, И на него наткнулся. Вот у меня на этом, В сайте он считает, Там дождь и фая. Очень считает. Без слёз нельзя слушать. Как он рыдает. Прямо рыдает натурально. Он ко мне на дом приходил. А жена его узнала, Что я с ним, С мужем беседую. И он ко мне приходит, Стихотворение читает. Ой-ой-ой, Игнатий Тихонович, Если бы вы знали, Кто мы такие, Вы бы к нам в дом не вошли. А я говорю, а где он? Да нету, Новую артистку дали. Говорит, сейчас он у ней ночует. Ну, несколько дней, Потом придёт домой. Она знает. И у них это всё есть. Вот когда считаешь, Вот там, Какие даже сегодняшние, Недавно, И всё они имущество После смерти делать. Это, У них общая такая, Всегда так было. Туда идут такие люди, Которые ни перед чем не останавливаются. В блудном вопросе. Я не говорю про эту песню. Но главное, Те, которые исполняют, Они стараются до людей довести, Огромный зал вот, Зарядит их воросинский, Когда поёт. И ты увидишь, Какая музыка, Сколько людей, И как они его поздравляют. А он уже смертельно больной. Превратился? Нет, Превратился в пепел. Приказал сжечь себя, Разделить на две части. Смотришь, Когда, Ну, Ясно дело, Шаляпин не мог её петь, А вот сегодняшний, Как Штоколов-то, Это да. Вот Иван Рябов только не захватил её, Этот русский немец. Вот весь мой ответ на эту песню. Причиня, Обольщения. Да. И вообще таких песен-то у нас много, И в советский период было, Которые обольщают. И стиху. Да. Ну, Это популярное стало, Потому что здесь каждый себя видит. Хотя он ничего не обещает, И никто не превратится. Ну, Понимаешь, Хоть какая-то надежда. Независимо от того, Что меня сдали в дом приюта, Я никто, Но я лебедем полечу. Человек-то что тут наворачивает-то? Да, Дети меня бросили, Но стая меня не бросит, Я со стаи поплыву. Я крикаю тех, Кого оставил на земле. И вы всё равно не поймёте ничего. А он что, У него, У журавля-то мозгов-то человеческих-то нету, И поэтому никого не может окликать. У него этого нету. Это он сам на него уже наложил, Как будто это душа, Которая понимает, Но она приняла видимый образ Такой прекрасной, Огромной птицы, Которую видно. И вот он где, Как в журавлиной стае, Поплыву в такой же сизой мгле. Это, значит, Тёмные времена наступают, Когда кончина дня, Кончина моей жизни, И под небесами всё-таки не в ад пошёл, А под небесами, И он по птичьи понимает, Кого оставил на земле. А кого оставил-то на земле-то? Тут каждый о себе думает. Дело в том, Что в эту песню он включил Практически всех, Кто не признаёт, То, Что нам открыл Господь Святой Библии. О том, Что богач мучается в аду, Ни в журавля не превратился, А он-то тоже был неверующий, Хотя о боге кое-где затрагивал. Вот так. Ну, благодарю, понятно.